Готовы, коллеги? Далер Кузяев, полузащитник сборной России. Далер, с возвращением в сборную. Насколько для тебя вообще приятно и насколько тяжелая была логистика с перелетом из Франции? Логистика была непростая, так как, сами понимаете, мы летаем сейчас в сфере с Турцией и мы рейс задержали, но в целом она для меня не проблема, потому что я ждал этого вызова и с большим удовольствием сюда приехал. То есть не было никаких там сомнений? Просто человек отвечает, поэтому я его смотрю. То есть не было там никаких сомнений отказаться, может быть, от вызова, потому что... Не, не, даже и доли сомнений не было по этому поводу. Я правда соскучился по России, по ребятам, по тренерскому штабу и повторюсь, я очень рад находиться здесь. Как проходит процесс вызова у футболиста, который играет в России и в Петербурге и процесс вызова у футболиста, который играет за границей? Кто вам сообщает? Это разные люди. Как вы узнаете? Сообщили мне непосредственно в клубе, прислали факс с вызовом в сборную и потом через неделю мне звонит администратор команды, говорит о том, что меня вызывают и нужно нам с тобой купить билеты. Каким образом, как тебе удобнее будет прилететь. Как вы прилетели? Сколько часов это времени? Времени 4-3,5 из Марселя в Стамбул, 4 часа там я сидел и еще 4 часа до Москвы. В целом полдня. Далера, как в клубе не мешали, так скажем, не отговаривали от вызова, от поездки в сборную в Россию? Нет, ничего подобного не было. В клубе к этому с пониманием относятся. Это нормальное явление, нормальный процесс. То, что игроки вызываются в сборной, я не один из команды вызвался. Просто дали некоторые рекомендации по оформлению тренировочного процесса. У нас просто специально есть приложение. Что дали рекомендации? Что после каждой тренировки я должен отсылать данные по поводу тренировки. Да, Лера, это что-то новое, потому что в России я о таком не слышу. Что значит данные о тренировке? То есть какие-то пульсометры, пробежки? Нет, нет, просто продолжительность тренировки, во сколько тренировка началась, во сколько она закончилась и интенсивность тренировки. И как вы оцениваете интенсивность тренировки в России, сейчас в сборной России? Интенсивность хорошая. Вы по пятибалльной шкале как-то оцениваете или как? Нет, у нас не пятибалльная шкала, у нас... Ну, давайте, я просто подробностей не буду уже селать это приложение. Это очень интересно, Далер. Раскройте. Ну, я просто должен определить интенсивность тренировки. Ну, приблизительно хорошо будет по пятибалльной шкале. Четерочку поставили в сборную? За сегодняшнюю тренировку? Сегодняшняя тренировка была короткая, минут 40-50. Я бы поставил 3-4. Валерий Георгиевич говорил после первого сбора, что Александр Головин в сборной стал чуть медленнее, стал чуть хуже. Не боитесь ли такого? Именно потому, что в сборной сошел сужу чемпионат Франции, но в сборной. Нет, я такого не боюсь, потому что ребята хорошо подготовлены. На сегодняшней тренировке интенсивность была хорошая, правда. И я не считаю, что наш чемпионат в России какой-то слабый. Да, он, конечно, не прогрессирует, это факт. Но я бы не сказал, что наш чемпионат сильно отстает от чемпионата Франции. Конечно, есть чему прибавлять, но вы сами понимаете, каких мы сейчас в реалиях живем. И я скажу, что уровень чемпионатов России оптимальный. Как вы, кстати, уже, можно сказать, полностью адаптировались к франции? Как оцените уровень чемпионата Франции? Было ли тяжело после России, как по Франции первое время, может быть, как-то играть? Да, первый месяц был непростой. Я попал на сборы, были двухразовые тренировки практически каждый день. И ребята в физическом компоненте были посильнее, мощнее, чем в России, побыстрее. Интенсивность, конечно, повыше. Но я бы не сказал, что это совершенно другой уровень по сравнению с Россией. А какие вот все-таки три главных отличия в лучшую сторону во Франции от России? То есть что бросилось в глаза после этих трех месяцев? Первое – это физика, второе – это скорость, третье – наверное, техническое оснащение. Потому что, когда играешь, например, против некоторых команд, в любой команде найдется два-три человека, которые могут просто ни с того ни с сего как-то организовать гол на ровном месте. Далер, вы сказали о том, что уровень чемпионат России оптимальный. Могли бы на эту тему просуждать, что вы имеете в виду? Оптимальный по сравнению с чем? Для чего? Что вы имеете в виду? В сравнении с той же Францией. Мне просто больше нечем сравнивать. Конечно, чемпионат Франции посильнее и повыше уровнем. Но я считаю, что чемпионат России у нас тоже хороший. В какой момент вы поняли, что у нас нормальный чемпионат, что он не слабый? Ну, то есть это же проверяется опытом. В какой может быть момент, в каком матче, в каком единоборстве вы поняли, что вы тянете этот уровень и хорошо выглядите? Именно в России. Ну, во Франции. Вот вы сказали, что оптимальный чемпионат в России. Но вы же не провалились там. Вы хорошо начали. В какой момент вы поняли, что не так все и заоблачно во Франции? Ну, как вы сами сказали с первых минут, что начал, да, я хорошо. Но не только я и вся моя команда. Конечно, последние матчи мы проиграли, но я просто не понимаю суть вашего вопроса. Ну, то есть вы начали хорошо, у вас хорошая пресса, но были ожидания не очень хорошие, что российский чемпионат слабый, но вы приехали и выглядели хорошо. Да. Почему? Вы готовили специально или тот уровень, который был в России, позволил вам хорошо выглядеть во Франции? Ну, я, наверное, считаю то, что уровень, который я показывал в России, помог мне адаптироваться к чемпионате Франции и, соответственно, сборы, проведенные в этой команде. Ты говорил, что голоин помогает тебе адаптироваться. Как именно? То есть, я не знаю, как-то вы встречались ли вы вне игр во Франции где-то, приходили куда-то ужинать, я не знаю, то есть как происходит в процессе помощи? К сожалению или к моему счастью мы еще не виделись во Франции. Мы иногда переписываемся, поздравляем друг друга с победами, с голами. И Саша мне один из первых написал то, что если тебе понадобится какая-нибудь помощь во Франции, что я могу к нему обратиться. Уже обращался за чем-то? Да, я посетил Монако, когда был сентябрьский сбор команды. И он мне посоветовал пару хороших ресторанов. Понятно, сборная Россия в этом году очень редко играет дома. Насколько принципиально будет именно одержать победу в матче против Камеруны, с учетом того, что это, пожалуй, сильнейший соперник, который, в любом случае, на бумаге, для сборной с момента отстранения национальной команды в народных турнирах. И насколько такая практика вообще ценная для игроков сборной? Я хочу отметить, что РФС провела отличную работу, пригласив такую сборную в Россию. И я с большим удовольствием, и не только я, и все игроки, хотим сыграть с этой командой. И мы надеемся, что болельщик придет на стадион, несмотря на холодную погоду. Сборная действительно хорошая, сильная. Сегодня мы ее просматривали. Но, как и любой другой команды, у нее есть и слабые стороны, и сильные стороны. И постараемся, конечно, воспользоваться их слабыми сторонами, и не как бы нейтрализовать сильные. Так я считаю, это действительно событие для всей страны и для нас. Почему событие? Ну, потому что я защищаю честь сборной России. Играю против Камеруна, которая принимала участие на чемпионате мира. И я с нетерпением жду этой игры. Далее. Вы как раз говорили, что мечтаете перейти в топ-105. Вот сейчас можно говорить, что вы по-футбольному счастливый? В итоге, что этот переход совершился и будете переграть во Франции? Ну, я и до перехода во Францию могу сказать, что я был счастливый футбольный человек, потому что я играл в «Зените», я выиграл много трофеев с этой командой. Просто я в определенный момент решил, что я должен попробовать что-то новенькое. Я должен был принять этот вызов. И то, что я оказался во Франции, я этому очень рад. Где тренировки интенсивные? В «Зените» или в «Гаври»? В «Гаври», да, у нас интенсивные тренировки. Очень даже такие интенсивные, я скажу. Большая разница в «Зените»? Я скажу так, что у каждого тренера свой подход, свое видение. И у нас в команде очень много, к примеру, беговой работы, высокоинтенсивной работы. В том числе, ну, также и про тактику, и про техническое оснащение не забывают. И, ну, у каждого тренера свое видение, разное направление. И я же не буду постравливать. Следишь ли ты за РПЛ? «Зенит» сейчас не на первом месте, что удивительно. За долгое время как ты оценишь? И вообще чемпионат, и то, что «Краснодар» на первом месте, насколько может быть? Ты, наоборот, рад, что интрига наконец-то появилась? Я слежу за нашим чемпионатом. К сожалению, не все матчи смотрю. Но смотрю только, если получается матчи «Зенита». Ну, народ все пять лет ждал интриги в чемпионате. Вот она и появилась. Я думаю, сейчас должны все радоваться. Но я считаю, что «Зенит» прибавит, прибавит, вот, я думаю, после этой паузы. И я, естественно, болею за эту команду и за Ахмат, в том числе. Я слежу за этой командой, за Ахматом. Я думаю, что интрига будет закончиться не в апреле, как это обычно бывает, а в мае. Валер, нельзя быть вопросом без гречки. Кормили ли в сборной гречек пора? Да, да. Вчера на ужине я насладился замечательной русской гречей. Да, Олег, Камерон, как многие африканские сборные часто называют французскими, в том смысле, что многие игроки выступают во французском чемпионате. В этом смысле легче будет играть? Может быть, кто-то в клубе какие-то советы насчет Камерона дам? То, что они играют в чемпионате Франции, я не думаю, что мне как-то поможет. В клубе никаких мне советов не давали, я думаю, там ребята даже и не знали, с кем, возможно, мы играем. Ну, там что-то, товарищеские игры. Ну, сегодня мы видели многие нарезки, как играет эта команда, и уже имеем представление о ней. Да, Лев, возможно, тоже уже слышали, на двух неделях, самая главная тема – это ОИФА, ИФИФА. Исполком ОИФА недавно принял решение вернуть в команду России до 17 лет. ОИФА потом допустил, но сегодня, как уже тоже говорят коллеги, будет исполком, на котором может поменяться решение, но в целом, как отреагировали на самое первое решение о том, что команда России до 17 лет допустила на турнир в ОИФА. Естественно, я обрадовался этому, потому что ребята, ну, когда прочитал эту новость, потому что ребята могут получить бесценный опыт, принять участие в международном турнире. Я, правда, не знаю подробностей вот этого допуска. Сейчас, как вы сказали, сейчас запретили, да, им? Нет, могут, просто могут. Обсуждается. Сегодня из полкона. А так первое было решение, но сегодня еще один из полкона, который могут просто пересмотреть. Ну, я не удивлюсь, если передумают, потому что уже бывали, ну, такие моменты в спорте у нас. То допускали, то не допускали. И будет очень обидно, если ребята, совсем дети, не смогут принять участие в данном турнире. Все, коллеги. Если можно, да, вопрос, так слегка о ваших корнях, аукцион Дулина, то вы уже...